Всем привет, дорогие гости и подписчики моего канала. С вами Марина, канал Тару Даймонд Дрим. И сегодня делаем очередной традиционный расклад карта дня. Какие энергии несет этот день в нашу жизнь? Сегодня у нас 10 февраля 2020 года. И будем использовать колоду двустороннее Тару. И как подсказки, чего нужно избегать Тару Ангела-Хранителей. Четыре варианта. У нас, как всегда, 1, 2, 3, 4. Сейчас вам нужно определиться с выбором до тех пор, пока я выложу карты. Потому что это двустороннее Тару. Поэтому определяйтесь, какой вариант будет ваш. Всегда доверяйте своей интуиции. Что вам показалось сразу правильным, то и выбирайте. А я буду выкладывать пока Арканы. Определяйтесь. Если нужно время, поставьте, пожалуйста, видео на паузу. А мы будем начинать. Итак, вариант номер 1, номер 2, 3 и 4. Интересный расклад у нас получается. И давайте еще возьмем совет от Ангела-Хранителей. Чего нужно избегать сегодня? Какой именно энергетики лучше избегать? Вариант номер 1, номер 2, номер 3 и 4. Вы уже давно должны были определиться с выбором. Поэтому я буду начинать. Вариант номер 1. Желтое сердечко. И у нас Аркан выпадает. Страшный суд. Интересно. А здесь у нас шестерка Пентаклей. Смотрите. Что означает этот расклад? Какая энергия будет вашего дня? Во-первых, это старший Аркан, который говорит о том, что день довольно важный в вашей жизни. Произойдет нечто такое, скорее всего, в этот день, чего вы заслужили. Некий такой кармический бумеранг. Я не говорю, что это плохой бумеранг. Ни в коем случае. Мы всегда настраиваемся только на самое лучшее. Тем более, по совету видно, что будет все хорошо. Это некий хороший бумеранг, скорее всего. Но в любом случае, это будет то, что вы заслужили. Это ваш кармический путь и ваш кармический возврат. Что посеяли, то и пожали. Кроме этого, этот Аркан говорит о том, что вы можете провести день в кругу семьи. Можете быть заняты какими-то семейными делами, семейными заботами. Если вы замужем, женаты, то, соответственно, своей семьи. Либо своих родителей, братьев, сестер, племянников, племянниц, внуков. Неважно. Все, что связано с вашей семьей, с вашим родом. Это некий такой семейный родовой Аркан. Но вообще, в принципе, очень позитивная, очень хорошая энергетика дня. Которая говорит о том, что день важный. И подумайте о том, какие события. Потом, когда будете анализировать вечером, а что же было в течение дня. Вы поймете, о чем шла речь. И что такое произошло. И чего нужно избегать. Я бы сказала так. Знаете, чрезмерные траты своей энергии, во-первых, не нужно. Нужно баланс соблюдать. Если вы на что-то тратите энергию, да, слишком сильно, подумайте. Возможно, вы куда-то отдаёте слишком большой поток энергии. А также этот Аркан говорит о том, что, возможно, отнеситесь как-то разумно к деньгам. Отнеситесь разумно к деньгам, потому что это пентакливый у нас Аркан, который говорит, что нужно траты правильно распределить. Прямо вот по полочкам всё разложить, как, что и куда. А также этот Аркан говорит, будьте милосердны. Может быть, сегодня подайте нищему какую-то милостыню. Может быть, сделайте кому-то подарок. Может быть, я не знаю, отвезите там благотворительностью какой-то, займитесь. Меценатство. Может быть, отвезите какую-нибудь одежду или игрушки, или материальную помощь в тот же детдом. Либо помогите бабушке, старушке рядышком, которая с вами живёт и так далее. Вот такой получается Аркан у нас. Избегать нужно чрезмерных трат, как я вам сказала, и также чрезмерной расточительности. В принципе, помогать нужно. Нужно быть меценатом, в хорошем смысле этого слова. Но всё-таки делать это разумно и чётко распределять свой бюджет, скажем так. Но всё-таки выделять какие-то части этого бюджета на нечто такое полезное и благотворительное. Так, теперь давайте второй Аркан. Посмотрим второй Аркан у нас Королева Жезлов. Королева Жезлов очень серьёзная женщина, очень самодостаточная. Женщина, которая занята собой, своей карьерой, своим продвижением, в первую очередь. Для которой очень важна социальная реализация. Поэтому сегодня и энергия, энергетика дня ваша такова. Вы сегодня... Так, давайте посмотрим сразу на совет здесь. Вы сегодня полны сил, полны энергии. Это Аркан действия. Сегодня вам нужно действовать. Заниматься именно больше собой, своими интересами. Очень позитивный, хороший Аркан. Также этот Аркан говорит, что вы можете заняться и саморазвитием, эзотерикой. Потому что Королева Жезлов – это такая дама, которая обладает действительно такими способностями, эзотерическими, какими-то духовными практиками может обладать и успешно их использовать, энергетическими практиками и так далее. Ну и заниматься ей нужно саморазвитием постоянно. Чего нужно избегать? Восьмерка мечей. Не связывайте, не сковывайте себя. Не думайте, что нет выхода из ситуации. Не думайте, что какая-то беспросветная тьма, возможно. Вы не можете понять, куда двигаться, в каком направлении. На самом деле у вас отличные перспективы, прекрасные. Если вам кажется, что существует какая-то ситуация, из которой вы не можете выбраться, и пути и выхода из этой ситуации нет, то это ошибочное мнение. На самом деле есть. И вы способны решить сейчас у вас такова энергетика, вас самого или самой, что вы можете решить любую ситуацию в жизни сегодня. Верьте в себя, помните, что всё получится. Ну и также, конечно, поскольку это фигурная придворная карта, это означает, что некая дама, некая королева с такими характеристиками, о которых я говорила, может проиграться в вашем сегодняшнем дне. Причём это может быть кто угодно, и родственница, и подруга, и начальница, и просто случайная, встречная. Ну, какая-то женщина может проиграться в вашем дне. Причём она может принадлежать к огненному знаку зодиака, либо обладать качествами представителей этих знаков. Теперь у нас третий вариант. Синенькое сердечко, пятёрка чаш. Интересно. Так, ну хорошо. Смотрите, пятёрка чаш – это такой аркан. Не могу сказать, что он непростой. На самом деле, очень часто в моих раскладах он отыгрывается так, что вам нужно заняться своим внутренним миром, внутренним своим, так сказать, содержимым. Потому что у вас какой-то период сейчас происходит застоя, возможно, эмоционального, эмоционального кризиса. Потому что пятёрка – это всегда эмоциональный кризис. Может быть, ностальгия по прошлому. Что-то вы вспоминаете с таким, знаете, с ностальгией, думаете, ну вот, уже никогда в жизни ничего такого не повторится. Может быть, просто что-то вас расстраивает. Может быть, у вас, знаете, просто может быть похмелье после вечеринки, после какой-то бурной. Видите, валяются, как здесь эти кубки пустые. Ну, это я, конечно, шучу, но, тем не менее, и такое может проиграться. В общем, некое какое-то такое, немножко депрессивное состояние. И вам из этого депрессивного состояния нужно выходить. Потому что побудьте, конечно, немножко, если хочется себя пожалеть, поплакать что-нибудь о прошлом, повспоминать, сентиментальные фильмы посмотреть. Ну, посмотрите, повспоминайте. Но долго в этом состоянии не находитесь. Потому что пятерка – это пик какого-то кризиса. Дальше наступает новая светлая прекрасная полоса в жизни. И она вот-вот-вот у вас прямо на пороге. Поэтому не надо заниматься самоедством особо. Вот. Так что пятерка кубков – это такой аркан, он неоднозначный. Но, с другой стороны, иногда такие периоды, как я вам уже сказала, они необходимы каждому из нас. Возможно, что-то осмыслить внутри. Может быть, правда о чем-то там, я не знаю. Можно поностальгировать слегка. И быстренько выходите из этого состояния, потому что вас ждут новые прекрасные перспективы. А как совет вам выпадает Верховная Жрица, чего нужно избегать? Чрезмерной загадочности, чрезмерной скрытности какой-то. Откройтесь миру. Откройтесь миру. Не закрывайтесь в своем внутреннем мире, в своем каком-то мире, в котором вы сейчас находитесь, возможно, где-то в каких-то полудепрессивных таких тонах. Откройтесь миру. Вспомните, что мир прекрасен. Все замечательно вокруг. Вот такая получается у нас энергетика от третьего расклада. И давайте посмотрим четвертый расклад. Зеленое сердечко. И у нас выпадает Паш Пентакли. Паш Пентакли – начало чего-то нового. Особенно благоприятен этот аркан, если это что-то финансовое либо материальное. Вот вы что-то задумали, начали, очень-очень благоприятно будет складываться. Не бойтесь. Возможно, вы не получите результат так быстро, как вы хотите. Может быть, вы новую работу нашли, может быть, какой-то новый проект, может быть, что-то задумали купить, может быть, еще что-то. Неважно даже, если это не материальный аспект, все равно это весьма благополучный аркан в любом варианте. Также этот аркан детский. Каким-то образом ребенок может проиграться в вашем дне. Может быть, ваш ребенок, может быть, не ваш ребенок. Девочка, мальчик, неважно. Юноша, девушка, может быть, студент, ученик какой-то. Что-то может быть связано с ним. Также вы сами можете стать студентом. Может быть, на какие-то курсы запишетесь. Может быть, захотите пойти чему-то обучаться и так далее. Ну и также, конечно, Паш – это вестник. Вы можете получить какие-то известия. Что-то, что-то долгожданное, возможно. А может быть, и неожиданное. Но Папажу Пентакли чаще всего это нечто долгожданное, какое-то известие. Причем неважно, на какую тему. Это всегда приятное известие. Вот такая у нас идет энергетика от этого аркана. И чего нужно опасаться. Девятка мечей. Из лишних страхов, сомнений, копания в себе. Если вы вдруг обвиняете себя в чем-то. И это все вам мешает двигаться вперед. Если есть какая-то ситуация, которая вас действительно вот сейчас загоняет в какой-то эмоциональный ступор, убирайте это. Убирайте. Нужно, правда, вытащить, наверное, еще по одной карте из советов от ангелов-хранителей, для того, чтобы еще и вдохновить на то, что всегда обращайтесь к высшим силам, и высшие силы вам помогут. Вот здесь такова у нас энергетика. Вам говорят, отбрасывайте прочь сомнения, страхи, какие-то обвинения себя в чем-либо, копания в себе. Идите вперед, у вас все обязательно получится. Вот такой замечательный четвертый у нас получился расклад. Четвертый вариант. Огромное спасибо за то, что были со мной. Если мое видео было вам полезно, развлекло, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, если хотите получать уведомления, о моих видео, о выходе моих новых видео, то нажимайте обязательно на колокольчик рядом с кнопочкой подписки. Желаю всем отличного дня, прекрасного настроения и до завтра. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok